Перед ней открываются все двери. В своем чек-листе она выбирает культурное пространство, которое сегодня посетит. Что это будет? Галерея, театр, музей или библиотека? Она решает и приглашает в увлекательный тур. С вами Анастасия Лонькина и программа «Чек-лист. Отдыхаем культурно». Продолжение следует... Так, едем прямо, потом направо... А, нет, налево. Постоянно путаю. Если навигатор не врет, то я почти на месте. И Новогор меня занесло совсем не случайно. Скажите, как можно удержаться от соблазна погонять по астраханским кискам? Сегодня планы грандиозные. Узнать, как жили люди в середине 8 века, найти артефакты, спрятанные глубоко под землей, если повезет, даже хлад. Думаю, вы догадались, куда меня привел чек-лист. Я в 60 километрах от Астрахани у села Бараний-Бугор на археологическом раскопе. Это не просто археологическая экспедиция, а настоящая экспозиция, открытая для туристов. И если мне повезет, меня примут в археологе, но для этого придется хорошо поработать. Субтитры сделал DimaTorzok Пока я каталась по степям, здесь вовсю шла работа, но у меня есть оправдание. Сюда я приехала не с пустыми руками. Арбуз и вода, да и вообще любая провизия на раскопе очень приветствуются. Через пару часов непрерывного размахивания лопаты просыпается жуткий аппетит. И кажется, я приехала как раз вовремя для перекуса. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, поели, можно и поработать. Правда, с чего начать, я пока, если честно, не понимаю. Буквально под моими ногами залежи настоящих сокровищ. И я сейчас не о драгоценностях, хотя и о них в том числе. И даже если артефакты пока не видно, это еще не значит, что не вступлю. С чего начинается знакомство с археологией? Вот к вам приезжают много волонтеров, туристов. Что вы им доверяете делать в первую очередь? Что доверите сделать мне? Мы стараемся учить всему постепенно на практике, потому что мы не можем сделать искусственные условия, чтобы научить копать, научить расчищать, научить заметать. Даже потому что нести нужно уметь правильно. То есть у нас здесь, например, девочки приезжают, которые думают, что умеют заметать, а делают это неправильно. Нужно работать, если мы говорим о расчистке погребения, если заметание раскопа всего, нужно работать короткими резкими движениями, чтобы не оставлять за собой следов, так сказать, подтаскивания грунта. На что это больше похоже? Ну, не как полы подметать, я так понимаю. Нет, совсем не то. Это больше похоже на... даже не знаю, с чем сравнить. Ну, что-то... как будто мы чешем землю. Значит, сегодня мне предстоит заново научиться. Мести, копаясь глубоко, но осторожно. Перед стартом работ на путь истины меня наставил и Индиана Джонс. Да-да, тот самый. Здесь забудьте о затерянных городах, об экзотических странах, о перекапывании всего мира. Мы не располагаем картами с помеченным крестиком местом захоронения клада. Отлично. Скапывать всю эту территорию мы не будем. Но жаль, что зарытый сундук с золотыми монетами нам сегодня не светит. Я бы быстро нашла ему применение, но это лишь в моих фантазиях. Зато однозначно есть шанс наткнуться на древнюю монету, кувшин или украшения. Покрутить их в руках и рассмотреть все мельчайшие детали. А с собой его забрать можно? Как вы следите за тем, чтобы все найденные артефакты не были случайно унесены куда-то? Ну, во-первых, у нас такая подготовленная дружная команда. Здесь люди все специалисты, все профессионалы, люди, которые учатся или связаны с историческим факультетом. Я думаю, что ни у кого такой мысли даже не возникает, где какие-то предметы с собой унести, что-то утаить. А вообще бывали такие случаи? Может быть, туристы приезжают или там волонтеры какие-нибудь? Ну, хочется им сувенирчик с археологической экспедицией? Ну, вообще бывали. У нас таких случаев не было, но такие случаи вообще бывали в экспедициях. На самом деле, это противозаконно. Есть определенная статья в Уголовном кодексе Российской Федерации и законно оборота археологическими артефактами. За это можно получить реальный уголовный срок. Археолог на раскопе работает как криминалист, медленно, аккуратно фиксируя каждое свое действие. Одно неловкое движение и тысячелетняя реликвия безвозвратно утеряна, а ведь она может открыть новые страницы истории. Надеяться, что в свой первый-единственный день мне удастся добавить новый музейный экспонат, очень с ума уверена, конечно, но именно об этом я втайне и мечтала. Теперь у меня в руках нашивка периода Средневековья. Алексей, вот что, какое значение она имеет для истории, насколько это важная находка? Ну, это маленькая бронзовая нашивочка листовидной формы, скорее всего, от украшения конской сбруи. Чуть позже мы аналогии посмотрим в исторической литературе и скажем более конкретно. Мы ее почистим. Она будет выглядеть так, как она выглядела в эпоху Средневековья, примерно в 10 веке. И я думаю, эта нашивка займет достойное место в экспонатах в фондах музея-заповедника. Это первая находка в моей жизни и, возможно, единственная. Археологи только на раскопе в селе Бараньи-Бугор уже нашли более сотни предметов. Это серебряный дирхем 8 века, свидетель того времени, когда арабский халифат вытеснил хазар на территорию Нижней Волги. Хазарский хаганат по своей мощи сравнивали с Византийской империей. Вероятно, столица хаганата, город Итиль, был большим портом. Через него проходил волжский торговый путь с выходом в Каспий. А еще говорят, что хазары были, ребята, суровые. Какие были законы у хазар? Какой был вообще строй, общество, как они жили? Суровые, несуровые ребята? По поводу суровости не знаю. Мы там никогда не были. А по поводу строя это очень известный факт. Хазарский хаганат сам по себе был очень многонациональным и многоконфессиональным государством. Оно простиралось на огромную территорию. Жили разные абсолютно этносы, жили разные народы. Сюда съезжались торговцы практически со всего континента. Нужно помнить о том, что это все-таки одна из торговых столиц того времени. Именно сюда приходили торговые пути. Вот волжский путь сюда, как раз вы абсолютно правы, доходил. Шелковый путь здесь также пролегал. И эта точка становилась состредоточением, дипломатическим, торговым состредоточением. И все это очень сильно влияло на внутреннюю жизнь хазар. То есть, когда собирается такое количество народов, традиции волей-неволей начинают перемешиваться. Традиции, ритуалистика, культура. И это все очень хорошо отображено, по крайней мере, в материале, который мы и достаем из земли. Череп, кости, зубы. Вот и все, что осталось от тех, кто населял Хазарскую империю. Да и от нас останется не больше. Многие до сих пор верят, что мертвецы могут навредить живым. Любители небылиц подкрепляют свое суеверие легендой о проклятии Тутанхамона. Вот только забывают о том факте, что обнаруживший гробницу археолог Говард Картер прожил после этого события еще 17 лет. Зачем искать могильники? Что они могут нам рассказать? Что вы в них такого увлекательного находите? Вообще, могильник – это одно из знаковых мест наравне с поселениями. Если поселение дает нам представление о быте, то есть как они жили, из чего ели, чем занимались, то могильник дает нам более широкое представление о ритуалистике, о верованиях, о составе этноса, как минимум, составе конфессий каких-то. То есть мы понимаем, вот допустим, сейчас перед нами находится уже разобранное захоронение. Это был молодой человек, вот он у нас лежит, это примерно 8-10 лет. Это он вот прям тут располагался? Да, вот он лежал, вот здесь его были ножки, вот здесь голова. По вот этому захоронению можно определить, что это мусульманское захоронение примерно 8-10 века нашей эры. Во-первых, ориентировка четкая, восток-запад. Дворот головы на юг был, на Мекку. Вот почему маленький ребенок, почему мы так возраст определяем? Во-первых, не сросшиеся швы черепные, это раз. Во-вторых, если присмотреться вот здесь, видны второй ряд зубов. То есть это коренные зубы, которые потом, после молочных, будут в челюсти. Но он не дожил, к сожалению, кости, вот у него деформирован череп. Вот, кости были еще слишком мягкие. Когда земля придавила, череп начал деформироваться. Ну, причину смерти так просто, с первого взгляда? Ну, в данном случае, да, мы с причиной смерти пока ничего не можем сказать. Вот, это уже будет работа антропологов и генетиков. В школе на уроках биологии нам, конечно, показывали черепа, но тогда я и не думала, что однажды буду выкапывать человеческие останки. Ну что, Юрик, надеюсь, по ночам ты мне снится не будешь. В какой момент и почему прекратил свое существование Хазарский Каганат? Ну, вообще, это считается X веком, середина X века, когда в Хазарском Каганате начинается внутренний раздрай. Ну, как и любая империя большая, большое государство, оно постепенно начинает само себя уничтожать. Плюс еще внешние конфликты, немножко неправильная внешняя политика была, задевали города славянские, ну, славян, точнее сказать, вот, в частности, города Полян. И все это привело к конфликту, который закончил князь Святослав, когда сюда отправил свои войска. Город сам по себе был уничтожен, как столица, периферия тоже уже находилась в разрушенном состоянии, и постепенно, постепенно от Хазар практически ничего не осталось. Субтитры создавал DimaTorzok Время 2 часа дня, и знаете, что это значит? Что работа на Роскопе закончилась, и пора возвращаться в лагерь. Тут самый настоящий рай, если сравнивать с тем, что сейчас творится на Роскопе. Температура явно стремится побить все рекорды, но в экспедиционном лагере совсем другая атмосфера. Здесь можно укрыться в тени деревьев, искупаться в речке, полежать в гамаке, и даже практически дотянуться рукой до лотосов. Этот год был пилотный для какого-то, может быть, не совсем обычной археологической раскопки, где поставили палаточку, люди живут там, добывают огонь на палочках. То есть здесь очень комфортабельные условия, и мы это будем все настраивать все больше и больше, и это, я надеюсь, что в ближайшее время перерастет в какой-то фестиваль. Поддержку, конечно, мы чувствуем, нам и администрация губернатора очень хорошо помогает, министерство строительства, районы отозвались очень здорово, привезли нам продукты, потому что чем мы можем самостоятельно это все сделать, но чем больше нам помогают, тем вкуснее мы это можем приготовить. Здесь у вас карта, да, чтобы никто нигде не заблудился? Много всего я смотрю. Полевой лагерь в этом году поделен на большое количество зон. Здесь на карте это очень хорошо видно, начиная вот от лагеря волонтеров, который находится у вас за спиной. Мы там поселили наших донецких и луганских студентов, ну а также тех, кто приезжает из других городов. Дальше идет центр лагеря. Собственно, вот мы в нем находимся. Здесь у нас рукомойник, помоечные столы, святая святых, кухня, столовая, в которой ребята кушают и, конечно же, склад инструментов, вот он у нас тоже в центре, в доступе, чтобы постоянно можно было к чему-то дойти. Кинотеатр под открытым небом, костер и два маленьких лагеря уже из старожилов, из костяка экспедиции, из руководства экспедиции. Это Луха-Ризона? Это ВИП-зона и Луха-Ризона, да. А Луха-Ризона для кого? Луха-Ризона, там живем мы. Условия теперь как в пятизвездочном отеле, но, наверное, так было не всегда, и эта экспедиция прям вот в таком ВИП-формате. Приходилось ли ставить палатки прямо на раскопах, под жарой, на солнцепевке? И вообще, какие самые экстремальные были условия у археологов на раскопе? На раскопе и в лагере, да и вообще на раскопках. То есть мы не отделяем жизнь там и тут. Всегда что-то случается, на самом деле. Начиная от экстремальной жары, в этом году было плюс 42, когда ребята, не знакомые с нашим климатом, очень тяжело это переносили. Но 42 это только в тени? Да, само собой. Прибавлять плюс 15, и будет как раз хорошо. Нам приходилось сокращать рабочий день, перевозить их сюда для того, чтобы они могли отдохнуть. Бывают ураганы, пыльные бури, которые сносят все палатки. Приходится потом восстанавливать лагерь практически с нуля. За этой дверью экспонаты. Да, на музей, похоже, мало, но не в этом главная ценность. Там хранятся предметы, которые буквально недавно были возвращены из небытия. Сотрудники музея, смахнув с них культурный слой, приведут в достойный вид и выставят в музеи. А нашли их такие же новички-стажеры, как и мы с вами. Если вы не успеете стать участником археологической экспедиции, то увидеть все найденные артефакты можно будет в Краеведческом музее-заповеднике. Экспозиция обновляется буквально с полей. История, артефакты, апонтюризм – это, конечно, все хорошо, но согласитесь, что в экспедиции полевой обед, состоящий из баночки-пушонки, это просто самый лучший, вкусный и желанный обед. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Основной базис работ выполнен. Думаю, настало время для посвящения в археологи. Вот вам и мирная атмосфера лагеря. Вокруг все буквально полыхает и обдает жаром. Перед тобой полоса препятствий, а у финиша ждет не приятный сувенир, а палач с крестом из лопат. Первая туда я точно не пойду. Пока ты это, пока подожди. Какое меня ждет испытание, неизвестно. Вождь, он же руководитель экспедиции, правда в таком образе узнать его тяжело, просто так не посвятит. Здесь нужно доказать, что ради археологии ты готов пройти через огонь. Будешь любить археологию? Буду! Мать землю будешь любить? Буду! Клянусь! Посвящаю Анастасию в наши археологи. Вот очередь дошла и до меня. Переступить. Все? О, нормально! Молодец! Примем тебя в археологии сегодня. Лопату ты держала криво, копала, неглубоко. Она по пробке прыгала. Я сейчас без головы останусь. Приклани колено. Так. Нарекаю тебя, Анастасия, по прыгунчикам, чтобы не прыгала по нашим бровкам. Ступай. Экспедиция в Астраханской области точно не имеет аналогов. Разве можно подумать, что из полевого лагеря ты за мгновение переместишься в миры Индианы Джонса? Нам и придумывать ничего не надо. Вот он, один из известных вдохновителей будущих археологов по всему миру. Индиана Джонс – кинематографический кузен Джеймса Бонда. Он всегда в окружении умных и привлекательных женщин. Так ли это у настоящих археологов? Ну, вообще в археологии, в науке есть очень много девушек, которые занимаются археологической практикой, занимаются научной деятельностью, которая направлена именно на археологию. И даже вот в полевом лагере вы видели, что у нас очень много представителей прекрасного пола. Они выполняют точно такую же работу, как и мужчины. Они копают лопатами, они занимаются камеральной обработкой, это промывка керамики, разборки, захоронения, ну и так далее. То есть, ну, без девушек никуда. На экране жизнь археолога – это блокбастер. Он постоянно спасает мир, артефакты и свою жизнь. Но то, что мы видим в кино, зачастую очень далеко от реальности. Вот самый такой популярный фильм про археологию, любой, наверное, человек ответит, что это Индиана Джонс. На самом деле, все, что показано в Индиане Джонс, противоречие этой методике проведения археологических исследований. То есть, он там и взрывал, там что-то уничтожал. На самом деле, это все было не так. Ну, на самом деле, это не так все делается. Это очень такая красивая картинка, которая ничего общего не имеет с реальностью. Но артефакты бывают стоящие. Вечер в полевом лагере – время для романтики. Да и вообще, археология, как по мне, самая романтичная профессия в мире. Где еще ты посидишь у костра, попоешь песню под гитару и узнаешь все исторические факты про людей, которые жили здесь за тысячу лет до тебя? Провести 12 часов в археологической экспедиции бок о бок с учеными, которые на твоих глазах совершают исторические открытия, первым прикоснуться к артефактам, которые несколько столетий пребывали в забвении, пройти обряд посвящения и, хоть ненадолго, но стать частью чего-то большего. Мои мечты сегодня исполнились. Завтра меня ждет новое приключение и новый маршрут Чек-листа. А сегодня еще есть время провести ночь палатки под звездным небом. Кстати, музей-заповедник теперь проводит экскурсии для туристов, а для детей открыта школа археологов. Вернуться лет на 10 назад, и я бы точно записалась. И кто знает, какие бы сокровища мне удалось найти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok